Доказать свою правоту с помощью травматического пистолета на дороге решила водитель внедорожника из Петербурга. Второй участник потасовки прощать разбитый автомобиль и огнестрельное ранение руки не собирается и уже написал заявление в правоохранительные органы. Хотя полиция, как выяснилось, уже и так замешана в этом деле. Обо всем подробнее Максим Клименко. Обычная ситуация на дороге. Одна иномарка подрезает другую. Но что происходит дальше, выходит за рамки рядового конфликта. Хлопок за кадром и есть тот самый выстрел из травматического пистолета. Резиновая пуля разнесла боковое стекло пострадавшего автомобиля в дребезге. Осколки Алексей Агурцов до сих пор не может вымести из салона. Я вытянул руку, поднял ее наверх. И дальше сильный хлопок и разбитые стекла. Осколки из стекла разлетелись по всему салону. В итоге огнестрельное ранение и поврежденный автомобиль. Но Алексей не намерен спускать на тормозах эту хулиганскую выходку. Автолюбитель в тот же день обратился в полицию, предварительно заручившись поддержкой свидетелей. В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на восстановление всех обстоятельств происшедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого. Предполагаемого автохама свидетели описали как героя ретро-анекдотов в стиле 90-х. Разве что о малиновом пиджаке ни слова. Большой человек, крепкого очень телосложения, высокий, судя по посадке, круглое лицо. Сейчас сыщики проверяют версию пострадавшего. Госномер внедорожника успели записать очевидцы. Кстати, в соцсетях волна народного негодования растет. Некоторыми интернет-активистами уже выдвинуты вполне конкретные кандидатуры. Кто именно сидел за рулем внедорожника, установит следствие. Однако уже известно, иномарка принадлежит экс-полицейскому. За следующим поворотом дело о стрельбе на Благодатной улице будет следить наша съемочная группа. Максим Клименко, Олег Прохоров. Место происшествия.